Азербайджанское наступление Не было неожиданностью, потому что Азербайджан уже очень долгое время развивает воинственную риторику, риторику ненависти к армянам и ко всему, что связано с армянами. И язык угроз уже стало обычной для нас, что Азербайджан говорит на языке угроз. Что стало неожиданностью, это привлечение боевиков террористических организаций в этот конфликт. Я думаю, что это вообще меняет весь контекст происходящего. Потому что уже вчера Россия, российские спецслужбы официально подтвердили, что боевики некоторых международных террористических организаций привлечены к военным действиям Карабаха. То есть, к наступлению против Нагорного Карабаха. И я думаю, что сейчас фактически Нагорный Карабах борется с международным терроризмом. И это очень много меняет в контексте Нагорно-Карабахского вопроса. Вы позавчера впервые побывали за время вот этого обострения в Степанакерсе, в Нагорном Карабахе, встречались с военными. Видели своими глазами, наверное, многое. Вот та тактика, которую применяет азербайджанская армия, она, судя по всему, направлена на то, чтобы применять высокоточное оружие и выводить из строя материально-техническую часть армянской армии. Что вы противовставляете такой тактике? Ну, армия Нагорного Карабаха этому противопоставляет мобильность вооруженных сил и нанесение превентивных ударов. И пока что это неплохо получается. И еще войска армии обороны Нагорного Карабаха довольно-таки успешно уничтожают эти беспилотники. Руководство Азербайджана говорит, что готово прекратить огонь в том случае, если вы признаете Нагорный Карабах, территорию Азербайджана, даже звучат требования предоставить график вывода армянских войск из Карабаха. Вы продерживаетесь противоположной позиции. Это выглядит тупиком, клинчем таким. На какие компромиссы вы готовы пойти, а какие компромиссы не приемлемы? Вы знаете, в этой атмосфере очень неуместно говорить о деталях. Что касается формулы, ну очевидно, что в любом конфликте, если мы реально хотим решить этот конфликт, нужны компромиссы. Нужны компромиссы. И я думаю, что армянская сторона всегда была готова к компромиссам. И если Азербайджан тоже будет готова к компромиссам, то это будет менять ситуацию. Баку обвиняет вашу сторону в том, что вы нарушаете резолюции Совета Безопасности. Он по Карабаху. Что вы можете ответить на эти обвинения? И вообще эти резолюции как-то могли разрешить противоречия? Вы знаете, нельзя эти резолюции Совета Безопасности оторвать от контекста и приставить в другом свете. Нужно очень ясно и четко и трезво проанализировать, что там написано. Там вообще про Армению, про какие-то военные действия со стороны Армении вообще ничего не говорится. В последней резолюции говорится, что Азербайджан нарушил международную договоренность о прекращении огня. И в итоге этого потерял территории. И эти территории взяли под свой контроль силы самообороны армян Нагорного Карабаха. Про Армению там говорится в другом контексте. Призывает Армению использовать связи с армянами Нагорного Карабаха, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. То есть последняя из этих резолюций была принята в 1993 году в конкретной оперативной обстановке. Это о конкретной ситуации. И эти резолюции нельзя оторвать от контекста. Противоречия между Азербайджаном и Арменией могут ли выйти за рамки двухсторонних отношений, за рамки двухсторонних конфликтов? Вы утверждаете, что турецкие военные, по сути, руководят операцией. Может ли это как-то вывести войну из региона дальше, за границы? И на чью иностранную помощь в таком случае вы рассчитываете? Это уже ситуация вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта Нагорного Карабаха. Потому что уже когда тут присутствуют радикалисты, террористы международные, это уже составляет из себя угрозу для безопасности всех стран большого региона. И это составляет очаг угрозы безопасности для всего мира, для глобальной безопасности. То есть это уже вышло за рамки чисто Нагорно-Карабахского конфликта. И, конечно, вовлечение Турции меняет контекст. Я об этом неоднократно говорил в течение последней недели, последних десяти дней. Почему Турция через сто лет вернулся в Южный Кавказ? По двум причинам. Чтобы продолжить политику геноцида армян. И для чего нужна Турция эта политика? Чтобы продолжить свою экспансионистскую политику, имперскую политику по направлению севера, по направлению востока, по направлению юго-востока. И это нужно все рассмотреть в контексте той политики, которую Турция ведет в Среднеземнем море, в Ближнем Востоке, в отношениях с Грецией, с Кипром и так далее. Это политика восстановления Турецкой империи. И это уже очаг безопасности не только стран региона в узком смысле, но и для глобальной безопасности в широком смысле. И я уверен, что международные партнеры должны сделать конкретные выводы из этого, потому что это не вопрос безопасности Нагорного Карабаха уже и Армении. Это вопрос безопасности очень большого круга стран, держав и даже супердержав. Нагорный Карабах не признан Арменией, хотя в последние дни и вы, и президент Армении говорили о такой возможности. Как вы считаете, признание как-то может помочь Карабаху или это только усугубит ситуацию? Вы задали самый важный и главный вопрос, как минимум один из самых важных и главных вопросов. Вопрос в следующем. Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения. И еще, конечно же, мы считаемся тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества. Этот конфликт уже самый интенсивный, самый кровопролитный за последние четверть века вот в этом регионе. Но рано или поздно любая война заканчивается. Вот как вы себе представляете мир? Ну, нужно прекратить просто. Нужно прекратить огонь, нужно прекратить атаку на Карабах. И нужно прекратить этот террористический акт, потому что я считаю, что это террористический акт, международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха. Продолжение следует...